Всем привет! Сегодня у меня на обзор такое растение как вейгела. Выращивать такой кустарник легко и с этим справится даже новичок. Поливать вейгелу нужно лишь за сушливый период, при этом используется большое количество воды. Также нужно производить своевременную прополку и рыхление грунта, которого выполняется очень осторожно, всего наполовину штыка лопаты. В противном случае можно повредить систему корней. Цветет такой кустарник два раза за сезон. Первое пышное цветение наблюдается со второй половины мая и до середины июня. При этом цветочки появляются на побегах прошлого года. Второй раз кустарник зацветает в августе и цветет до сентября. При этом цветение менее обильное, чем весеннее время, а цветочки вырастают на побегах текущего года. Во время цветения растение выглядит очень эффектно. Растение можно достаточно просто размножить семенами. При этом стоит учесть, что их схожесть сохраняется лишь в течение одного-двух лет. Поэтому высеивать семена в ящике либо теплице опытный садоводу не рекомендует. Лучше всего размножать вейгелу самосевом. В весеннее время, когда из упавших в грунт семян появятся всходы, надо будет отобрать наиболее крепкие и остальные удалить. Растение наиболее часто болеет серой гнилью, ржавчиной, а также пятнистостью. Для того, чтобы избавиться от грибкового или бактериального заболевания, нужно обработать куст бордоской жидкостью, медным купоросом, смешанным с известковым молоком. В профилактических целях можно произвести обработку растения во время появления листочком раствором топсина 3%. Для садовников средних широт наиболее подходят сорта вейгелы, отличающиеся устойчивостью к морозам. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!